Всем привет! Все знают, что будет, если поделить на ноль, но знаете ли вы, что будет, если взять корень из отрицательного числа? Можно получить, например, вот это, или вот это, или даже, например... Но давайте обо всем по порядку. Почему я вообще решил сейчас рассказывать о комплексных числах? Ну, так называются числа, которые содержат в себе корни из отрицательных чисел. Потому что скоро 2020 год, и пора начать говорить о квантовых компьютерах и всяких играх с дополненной реальностью. И внезапно там используются комплексные числа. Квантовая механика, в общем-то, вся на них построена, и в играх используются они тоже, причем там даже еще более сложные числа используются. Но где нам взять корни из отрицательных чисел? Возведем любое число в квадрат, получится положительное число. Если мы положительное число умножим на себя, то будет положительное. Плюс на плюс дает плюс. Если мы отрицательное умножим на себя, то минус на минус тоже дает плюс. И получается, что любое число в квадрате дает положительное число. И корень, как обратное квадрату операции, должно дать какое-то число, которое ниоткуда не берется. Получается, что на всей числовой прямой нет такого числа, которое бы в квадрате давало бы отрицательное число. То есть, например, корня из минус единицы нет нигде. И поэтому просто вводят дополнительную еще одну числовую прямую. И теперь у нас вместо единицы будет, например, корень из минус единицы. Его обозначают просто буквой И. И у нас получается новая прямая, у которой есть вместо единицы И, вместо двойки 2И, 3И. И можно сделать там минус И, минус 2И и так далее. И мы можем эти И точно так же складывать, вычитать, как обычные действительные числа. Теперь у нас получается новый набор чисел, которые называются мнимыми числами. И все они состоят из корней из отрицательных чисел. Они точно так же складываются, вычитаются, но разница состоит в умножении. Потому что, когда мы умножаем корни из отрицательных чисел, то у нас получаются просто отрицательные числа. И получается, что при умножении эти числа с мнимой прямой будут переходить на отрицательные числа в действительную прямую. И тут можно задать вопрос, а реальные ли вот эти мнимые числа, существуют ли они, как мы вообще можем пользоваться корнями из отрицательных чисел? Ну, на самом деле можем, и точно такой же вопрос раньше люди задавали про отрицательные числа или про ноль, как мы вообще можем пользоваться нулем, его ведь не существует. Поэтому, ну, такую логику можно применить вообще к любому числу, даже к единице, вот существует ли единица, вроде бы нет, или да, или, ну, в общем, не важно. Короче, эти числа являются вполне логичным продолжением обычных чисел, и поэтому мы можем пользоваться корнями из отрицательных чисел, да. И следующий шаг, мы можем взять действительные числа и мнимые числа и объединить их в одно число. То есть, например, действительное число плюс мнимые, то есть у нас обычное число плюс корень. И таким образом у нас уже получается плоскость с числами, где мы можем совмещать и те, и те. Каждое комплексное число можно представить как некоторую точку на комплексной плоскости, или как вектор. Таким образом мы их можем складывать, ну, так же обычно, как и вектора. А вот умножение получается более интересным. Из-за того, что у нас корень из минус единицы превращается в просто минус единицу при возведении в квадрат, у нас числа будут как бы поворачиваться. И получается, что когда мы умножаем комплексные числа друг на друга, они еще поворачиваются. Самый простой пример такого поворота, если мы, например, возьмем просто и, возведем и в квадрат, у нас получится минус единица. А если мы возведем и в куб, то у нас получится минус и. А если мы возведем ее в четвертую степень, получится единица. А в пятую получится опять и. И таким образом у нас будет это и просто крутиться при возведении в определенную степень. А если мы возведем и в степень полтора, то она получается сдвинется наполовину. Ну, вообще там будет два решения, но это сейчас пока не так важно. Важно то, что мы с помощью этих чисел можем задавать некоторый поворот. И получается, что это может быть полезно в компьютерной графике. Когда мы хотим что-то поворачивать, мы можем умножать на вот эти вот комплексные числа. Обычно математики говорят, что комплексным может быть только обед, а число комплексное. Но я не математик, поэтому мне можно. А теперь смотрите, давайте возьмем такой квадрат из комплексных чисел. То есть это много точек на плоскости. И возведем все эти точки в квадрат. И этот квадрат в квадрате, ну то есть квадрат из точек, каждый из которых мы возводим в квадрат, принимает такую форму после возведения в квадрат. То есть каждая точка, она отдаляется. Точно так же, как и с обычными действительными числами. Мы возводим, например, 2 в квадрат, получается 4. Возводим 4 в квадрат, получается 16. То есть число растет все больше и больше. Но смотрите, вот эти точки, они не отдалились. Они наоборот приблизились к нулю. Точно так же, как и в обычных числах. Если мы возведем 0,5 в квадрат, то получится 0,25. То есть число, наоборот, уменьшается. То есть если число у нас меньше единицы, то есть если число между минус единицей и единицей, то при возведении в квадрат оно будет приближаться к нулю. Точно так же и в комплексных числах. Некоторые числа приближаются к нулю при возведении в квадрат, а какие-то улетают в бесконечность. Кстати, в комплексных числах у нас уже не просто плюс и минус бесконечности. У нас некоторая комплексная бесконечность, которая как бы со всех сторон. И тут можно задать логичный вопрос. А какие числа будут улетать в бесконечность при возведении в квадрат, а какие нет? И окажется, что те числа, которые находятся вот в таком вот круге с радиусом 1, они не будут улетать в бесконечность. А те, которые находятся за пределами этого круга, они будут улетать в бесконечность, если мы будем много-много раз их возводить в квадрат. Ну и для красоты мы можем точки за пределами круга покрасить в разные цвета в зависимости от того, насколько быстро они улетают в бесконечность. И тогда круг получится вот таким. Этот круг, кстати, называется множеством жулия. Комплексные числа часто обозначают такой вот буковкой z. Поэтому вот число у нас превращается в себя в квадрате. То есть мы его возводим в квадрат, потом еще раз, еще раз, еще раз, и так до бесконечности. И для вот этой функции вот этот круг будет множеством жулия. Но что если у нас немного другая функция? Что если мы теперь будем не просто возводить в квадрат, а будем еще прибавлять какое-то число каждый раз? То есть мы возводим число в квадрат и прибавляем, например, 0,2. То есть теперь задача усложнилась. Мы будем не просто возводить в квадрат, а прибавлять еще 0,2. И получается, что каждый раз число будет немножко больше, но потом, когда мы его возводим в квадрат, оно иногда может уменьшиться, если оно меньше единицы. И получается, что теперь у нас более сложная функция. И теперь множество жулия будет выглядеть уже вот так. То есть оно стало немножко кривым. И мы можем прибавлять не просто 0,2, а разные числа. Допустим, вот попробуем прибавить от минус 0,2 до 0,2. И у нас получится такая вот анимация при прибавлении разных чисел. Но мы можем прибавлять не только действительные числа, мы ведь можем прибавлять комплексные числа. И мы можем прибавлять разные комплексные числа и получать разные множества жулия. И тут можно заметить, что иногда, если мы прибавляем какое-то число, то множество как бы разрывается, да, или вообще пропадает. И тут можно пойти еще дальше и задать следующий вопрос. А для каких точек, которые мы будем каждый раз прибавлять, множество жилья будет существовать, а для каких оно просто разорвется? То есть множество жилья зависит от того, какое комплексное число мы прибавляем на каждом шаге. И если мы возьмем разные числа, получится разное множество жилья. Так как это число можно выразить некоторой точкой на плоскости, то в соответствии с этими точками мы можем нарисовать множество жилья в этих точках. То есть нарисовать такую таблицу из множеств жилья, где каждая ячейка соответствует координатам этой ячейки и какое множество жилья там получится. Да, если мы сделаем такую табличку из множеств жилья, то получится вот такая вот картина. И тут можно заметить, что она несимметричная. То есть множество жулья не превращаются в какой-нибудь круг, а они вытянуты вот так вот в левую сторону, в отрицательные числа. И чтобы рассмотреть это поподробнее, мы можем сделать еще более детальную таблицу, сделать еще больше множеств жулья. И таким образом у нас получится вот такая картина. И тут уже просматривается некоторая определенная фигура. То есть вот можно заметить какие-то круги. Ну вот давайте попробуем взять еще более детальную таблицу этих множеств жулья, и у нас получится вот это. И то, что мы тут видим, называется множество Мандельброта. И, например, если мы возьмем множество жулья, то мы можем в него бесконечно приближаться. Но оно будет каждый раз примерно одинаковым. Но множество Мандельброта гораздо более разнообразно, и поэтому можно в него приближаться очень долго. Ну вообще бесконечно, насколько компьютера хватит. На ютубе существует очень много всяких приближений, где долго-долго приближается в это множество Мандельброта. И его на самом деле очень легко построить. Для этого необязательно делать таблицу из множеств жулья, потому что фактически мы в множестве Мандельброта используем только вот ту точку, которая в множестве жулья прибавлялась. Поэтому, чтобы построить множество Мандельброта, мы просто берем число, и на каждой итерации мы не просто возводим его в квадрат, мы прибавляем его к себе же. То есть изначально вот это число мы его туда же и прибавляем. То есть у нас получается z равно z в квадрате плюс z изначальное. z нулевое его обозначим. Так как в множестве жулья мы берем некоторую точку и возводим ее много раз в квадрат, то мы ее сдвигаем. И получается, что мы можем взять картинку и точно так же применить на нее эту операцию. Или мы можем взять видео и к каждому кадру видео применить эту операцию. Сейчас я показал, как с помощью комплексных чисел рисовать красивые картинки, но с помощью них можно огромное количество всего еще делать. И об этом мы еще потом поговорим. Помните, в школе рисовали такие диаграммы с классами чисел, и все начиналось с натуральных чисел, да, которые там, например, номаль 1, 2, 3, 4, 5, там 100 и что угодно. Потом мы добавляем туда целые числа, которые включают в себя еще и отрицательные. Потом мы добавляем туда дроби, то есть рациональные числа. Потом мы к рациональным добавляем и рациональные, и вместе они образуют у нас действительные. И теперь мы к действительным добавляем мнимые, и вместе они образуют комплексные. Окей, мы дошли до такого вот большого крупного класса чисел, комплексные числа, но есть что-то еще дальше, еще за пределами комплексных чисел, какие-то еще более сложные числа. И да, можно конечно бесконечное количество классов чисел еще больших напридумывать, но вполне таким логичным продолжением комплексных чисел являются кватернеоны. Ну окей, мы уже добавили корни из отрицательных чисел, что теперь мы можем добавить? Мы можем на самом деле добавить больше корней из отрицательных чисел. Кватернеоны добавляют еще два числа. То есть у нас было просто i, которая в квадрате давала минус единицу, а теперь у нас ijk, целых три буквы, которые все в квадрате дают минус единицу. Но при этом они не равны друг другу. То есть это разные независимые корни из минус единицы. Да, это вот пока сложно может быть, но это просто корни из минус единицы, но просто разные. Причем при перемножении друг на друга они тоже дают минус единицу. И казалось бы, зачем это вообще нужно? Да, то есть такие вот сложные числа, которые уже получается... Если обычные числа у нас были просто на числовой прямой, то комплексные числа уже на плоскости, а тут получается такое четырехмерное пространство чисел. Да, и как это вообще может использоваться? А на самом деле используется. И используется оно внезапно в играх. То есть игры, 3d-игры, используют квадратеоны. Даже вот, например, то же самое Unity. Если вы программировали что-то в Unity, то не могли не заметить, что там используются квадратеоны для описания поворотов объектов. То есть если мы хотим повернуть трехмерный объект, то оказывается, что квадратеоны очень удобно подходят для того, чтобы описывать повороты объектов. А дальше, после квадратеонов, идут октаньоны. Это уже восьмимерные числа. Говорят, что они используются где-то в физике, но я на такое не натыкался пока еще. Но как же нам построить на компьютере, например, множество модель Брота? У нас ведь нет в памяти корней из отрицательных чисел. Но для этого мы можем просто переопределить умножение. То есть мы можем сказать, что вот у нас есть пиксель с координатами x, y и мы при возведении в квадрат мы просто будем использовать y как число, которое умножено на этот корень из отрицательного числа. То есть мы просто используем такую вот школьную формулу, которая а плюс b в квадрате, это а в квадрате плюс 2b плюс b в квадрате. Без и это у нас новые координаты по x, а то, что с и это новые координаты по y. И все. Таким образом, мы много раз итерируем и у нас получается вот это вот множество модель Брота. Ну и конечно же, чтобы было больше научного контента. Ставьте лайк, подписывайтесь и всем пока!